Добрый день, Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук Ранхиггс в эфире Эхо Москвы. Я попросил вас прийти сегодня, Екатерина, потому что говорили, что вы имели какой-то феерический успех на круглом столе общественной палаты, посвященном... Я не люблю слово «реноваться». Знаете, как придумать какой-нибудь другой термин? Когда мы употребляем термины, нам навязаны, и мы тем самым встраиваемся в чужой дискурс. Это правда. Ну, давайте мы назовем это «расселение в комфортное жилье», а? Как я сказал. Батюшки, Света, я думаю, что правительство Москвы аплодировало бы такой формулировки. Это тоже звучит даже лучше, чем «реновация», потому что, на самом деле, довольно абсурдно применять термин «реновация» к сносу. Если помните, при Лужкове Юрии Михайловиче была такая шутка «реставрация путем сносу», да? Да-да-да. Так вот, «реновация путем сноса» – это, на самом деле, тоже смешно, поскольку «реновация» – это обновление. И под «реновацией» какого-то там морально устаревшего, как мне еще выражается, жилье, скорее разумно было бы понимать его обкладывание сверху кирпичиками, надстройку, что-нибудь такое. Стукатурочка. Да. А давайте попробуем разобраться поначалу, поместить это в общий такой политико-идеологический контекст, как идею Собянинской команды. Вот как вы думаете, и что вы понимаете, для чего, какая была идея, какая была задумка, и для чего она была задумка? Мы поговорим про исполнение, но, тем не менее, вот это для чего? Ну, вы знаете, трудно влезать в головы других людей, которые, тем более, о своих намерениях сообщают только то, что считают нужным, как, впрочем, любые люди. Насколько я понимаю, там было два побудительных мотива. Первый – это, конечно же, спасение московского строительного комплекса и банков одновременно, поскольку проблема, опять же, насколько я понимаю, состоит в замедлении оборотов в этой сфере в течение последних нескольких лет. Продвигало ее, продолжало крутить это колесо во многом различные льготные формы ипотек, государственные, военные, такого рода. Следующая проблема – это значительное количество непроданного нового построенного жилья. Его обычно грубо называют строительным неликвидом. На самом деле дело может быть не столько в его неликвидности, сколько в падении доходов граждан, то есть покупателей стало меньше. Эти строительные компании, в свою очередь, закредитованы, то есть они имеют кредиты, по которым им надо расплачиваться. То есть, насколько я понимаю, была идея, возможно, в ней даже есть некий элемент общественной пользы, спасти нас от некоего повторения ипотечного пузыря американского 2007 года, который, как известно, запустил волну, такой цунами мирового финансового кризиса. Вы знаете, строительный комплекс Москвы с членами семьи – это почти миллион человек. Вообще-то оказалось. То есть это может быть спасение этих семей? А что-то их так много-то, миллион человек с семьями. Это прямо вот вместе с строительными рабочими? Да. Понятно. Ну, те из них, которые тоже граждане Российской Федерации, наверное, тоже граждане Российской Федерации, соответственно, заслуживают внимания к своим нуждам. То есть вот это вот одна была... То есть это, к целому, финансово-экономическая история. Финансово-экономическая надобность. Вторая была очевидная предвыборная надобность. То есть, с точки зрения начальства, в общем, это должно было, видимо, выглядеть как выдающийся подарок москвичам. То есть выходит мэрия и говорит, даем новые квартиры за старые. У кого старые квартиры, набегай, дадим вам новые. А тем более, что это должно было бы, по идее, лечь на достаточно подготовленную почву, потому что различные расселения и сносы, и реновации, которые еще не назывались реновациями, в Москве идут не первое десятилетие. И, в общем, по преимуществу, насколько я понимаю, люди были, скорее, довольны тем, что происходило. Каждый из нас знает эти истории про то, как там какая-то семья расселилась. Значит, было прописано, значит, зарегистрировано в квартире несколько человек, дом снесли. Как ветхий аварийный или инвестор договаривался с собственниками, им давал квартиры. И, в общем, людям удавалось на этом как-то тоже улучшить свою жизнь довольно значительно. Это всегда была такая игра с большими рисками. Те, кто быстро соглашался, получали чего-то похуже. Те, кто слишком долго не соглашался и оставался последним в доме с включенным водопроводом и электричеством, их там поджигали. В общем, всякие были истории. Их тоже люди могут порассказать, потому что строительный комплекс – это всегда жутковато и довольно публика. Ну, мафия, назовем это так, потому что мафия возникала как строительный комплекс в Южной Италии. Ну, скажем так, строительство – это всегда большие деньги и не очень понятная отчетность. Поэтому, да, действительно, это не та сфера, в которой наиболее гуманные и безобидные люди обитают. Это все правда. Соответственно, предполагалось, что вот этот вот красочный подарок москвичам в виде большого количества новых квартир должен был быть воспринят ими с должной благодарностью. И, соответственно, обеспечить к 2018 году такую чудную позитивную повестку. Это невозможно было к 2018 году. Вот сейчас Собянин уже говорил, что первые дома только могут быть к 2018 году. Ну, так подождите, важно же пообещать то, что людям понравилось. Так это вопрос было как обещание, вы считаете? В том числе, ну как, подождите, обещание, которое потом бы оно реализовалось. Но важно то, что перед выборами получается прекрасная позитивная история. Все радуются, значит, аплодируют, голосуют за Собянина. И на этой волне голосуют за президента. Потому что проблема-то с Москвой электоральная всегда большая. Явка на парламентский выбор была низкая. Москва всегда, как любая столица, она такая более либеральная, чем многие другие регионы. И, соответственно, за действующую власть там часто не сильно охотно голосуют. Известно, что за действующего президента Москва меньше дает голосов, чем другие более правильные территории. И, соответственно, надо, видимо, предполагалось, что надо как-то вот покормить людей и их порадовать. То есть, вы говорите о том, что как бы две причины, скорее всего. Одна финансово-экономическая, другая электоральная. По моему мнению, да. А вот вы не верите в то, что, скажем, извините за Собянин, решил себя увековечить. Вот Хрущевки, да, вот они вывели людей с подвалов. Такой Никита, смешной Никита, в истории осталось. Вывел людей с подвалов, и московские люди, семьи об этом помнят. И назвали Хрущевки хрущевками. Умилительно. А вот я Собянин, это третья позиция, да. Я хочу остаться не парками, которые там Капков, не дорогами, которые там Лексутов. А вот я выведу людей из разваливающей жилья, и все будут вспоминать о том, что я вывел. То есть, такая третья идеологическая, не идеологическая, как это сказать, идеальная история. Ну, вы знаете, это все-таки уже психологические какие-то темные-темные лица. Ну, мне кажется, что там был такой уж. Я не знаю, я не знаю этих людей. Я не знаю, что для них является мотивацией. Но, если это и правда, то это отлично укладывается в мою вторую причину электоральную. Я это сделаю, я всех облагодетельствую, все меня полюбят и проголосуют за меня в 18-м году. Одновременно придя на участки, голосовать на президентских выборах. Поскольку, повторю, проблема явки – это очень большая проблема. Это, прежде всего, проблема крупных городов, где люди не хотят ходить на выборы с заранее известным результатом. Ну, тут я, может быть, вторгаюсь на вашу площадку, но хочу сказать, во-первых, сделано все, чтобы явка не была высока, были сняты ограничения. По явке, мы видим, в больших городах не приходят, зато в республиках по Волжье и Северного Кавказа, и вообще Юга России приходят. Зачем нам нужна явка в Москве? Была 30, и пусть будет 30. Таким способом можно выбрать парламент, что, собственно, и было сделано осенью 2016 года. Выбрать президента таким способом тоже можно. Более того, я думаю, я неоднократно говорила это в том числе и здесь у вас, что так и будет, потому что не получится раскрутить явку никакими методами. Так оно и будет. Будет так называемый инерционный сценарий, эфемистически названный, то есть на самом деле результат, сделанный национальными республиками и так называемыми регионами электоральных аномалий. Но выбирать так президента – это рисковать. Вот почему. А парламент не такой значимый элемент нашей властной машины. Поэтому то, что его легитимность строится во многом на этих самых электоральных аномалиях, то есть, скажем, просто на нарисованных результатах на бумажных избирателях, это не так страшно. Если это случается с президентом, то какие тут риски? Ну, легитимность вообще интересное научное понятие, там, так сказать, политология сталкивается с мистикой, потому что в нем есть мистическая составляющая в понятии легитимности. Почему власть признается властью? Почему вдруг в какой-то момент она перестает признаваться властью? Это тема многочисленных исследований. До конца нам природа этого пока не ясна. Но на более приземленном уровне те люди, которые будут очевидными авторами побед, то есть тот, кто нарисует этот замечательный результат, они, конечно же, придут за своей благодарностью. И мы можем получить на новом историческом витке ситуацию, похожую на ту, которая случилась в 1996 году после выборов Бориса Николаевича Ельцина, когда те люди, которые считали себя, я сейчас не говорю обоснованной или нет, авторами победы, они потом пришли за своей долей и сказали, грубо говоря, вот мы тебя посадили на царство, вот давай теперь, значит, как-то вот обеспечивай. Не хочется очень сильно попадать в этот сценарий, потому что это хрупкий, зависимый, слабый сценарий. Хочется опираться, естественно, на широкую народную поддержку, хотя бы не полностью нарисованную. Для этого, конечно же, хорошо бы, чтобы крупные города, чтобы русские территории, чтобы городское население, чтобы пресловутая молодежь, до которой там сейчас наш политический менеджмент думает мучительно, как достучаться, может, там смешариков привлечь, может, еще что-нибудь, чтобы они тоже бы проголосовали. Потому что должно быть что-то, на что опираться. На вот эту вот бумагу, на эти рисованные протоколы опираться сложно. Это даст потом свои риски. Но, еще раз повторю, я боюсь, что к этому все равно, к этому именно и придет. То есть, одна из задач была повысить, возвращаясь к населению, Екатерина Шульман в эфире «Эхо Москвы». Что же не получилось-то тогда? Как вы рассматриваете, может, сейчас не технические вещи, можно говорить, с юристами и так далее? Вот есть желание, да, там, электоральное, посчитали, сделать подарок, который делался Слушкова в течение... Оно не получилось. А как это? Поразительно, что на таком раннем этапе, когда еще ни один дом не снесен, еще никому даже не предложили никуда переселяться, уже поднялась такая безумная волна народного государства. Ну, давайте про волну. Про волну. Значит, что тут, насколько я понимаю, произошло? Во-первых, возможно, эти две мотивации стали кушать друг друга, и победила первая, которую мы с вами деликатно назвали финансово-экономической, а можно назвать банальной жадностью. То есть, жадность взяла над наивностью. Не наивностью, над идеалистическим видом. Электоральные мотивы – это не идеалистичность. Так, хорошо. Значит, простая материальная выгода сегодня оказалась соблазнительнее, чем электоральные какие-то урожаи завтра. Тем более, что, скажем так, как бы это так выразить деликатным образом, повышая явку в Москве и радуя москвичей, чтобы они пришли на избирательные участки, правительство Москвы работает не столько на себя, сколько на президентскую кампанию. А как мы знаем, эти выборы пройдут одновременно. Не. Как это нет? Ну, в марте президент и в сентябре мэр. 18-го. А разве их не хотят ли у нас совместить? А, полгода. Полгода разрыв. Полгода разрыв. Значит, сначала у нас надо в президентскую кампанию. Понятно. Это, тем не менее, входит в эту же самую логику. В один год. В один год и сначала президентские выборы. Значит, вот эти вот радостные люди, которые благодарны правительству Москвы, они должны прийти и проголосовать за президента. То есть, как бы, опять же, деликатно выразиться, денежки-то свои, а электоральные дивиденды, они вроде как федеральные. Поэтому тут, может быть, та мотивация, которая, как и свою рубашку, ближе к телу, она и оказалась более насущной. На этот счет вы много можете услышать разных конспирологических версий о том, что кто там закредитован до такой степени, что его прям завтра убьют. У кого очень срочная надобность, что там стоит простаивающее жилье, каждый день обслуживание которого стоит бешеных денег, поэтому вот часики тикают. Ну, мы это слышим. Вот, быстрее, быстрее, некогда, значит, давайте. Это и есть наша с вами материальная мотивация, которая оказывается более могущественной. Понимаете, в чем дело? Проект закона, принятый в первом чтении Государственной Думы, написан чудовищно. Я вот вам сейчас скажу. Я могу сказать, что он написан Москвой. Да, вы знаете, кто это писал вообще? Ну, в общем, представляю. Кто вот это так пишет? Это пишут люди в московском правительстве. Это вот такие у них представления о законотворчестве, да? Да. Ну, вот, собственно, в общественной палате я вчера говорила именно об этом, поскольку я все стараюсь в рамках своей прямой специальности держаться, поэтому я не могу рассуждать о том, что лучше бетон или панели, чем они отличаются друг от друга. На эту тему есть много других желающих говорить, а я про свое родное про законотворчество. Давайте про законотворчество, собственно, хочу. Значит, текст, принятый в первом чтении, состоит в перечислении исключений, которые делаются для правительства Москвы, осуществляющего эту программу реновации. Значит, те люди, которые задумали эту программу, задумали ее, значит, их замысел не входит, не встраивается в рамки действующего законодательства. Вообще говоря, если вы задумали что-то, а по закону этого нельзя, значит, задуманное вами незаконно, и вам лучше этого не делать. Но если вы могучий политический актор и группа интересов с большим лоббистским потенциалом, то вы говорите, окей, это по закону не получается, поэтому мы новый закон напишем. Это закон об отмене всех остальных законов. Это закон, отменяющий гарантии, предусмотренный жилищным кодексом прежде всего, гражданским кодексом, конституцией. Значит, одно лишение граждан права на судебное оспаривание, решение власти, это невиданное что-то. Значит, я очень надеюсь, что ко второму чтению все это как-то поправят худо-бедно, но как можно было в первом чтении принимать это, как вообще никак не последовалость этого не нахития. Но приняли-то федералы, приняла-то Дума. Да, и это плохо, это чрезвычайно плохо. Если бы у нас работали законотворческие фильтры в лучшей степени, то этот проект был бы возвращен инициатором до рассмотрения в первом чтении. Значит, с припиской, что он противоречит Конституции, его надо доработать. Это, впрочем, довольно часто делается. Ну, президент кивнул. Он кивнул. Сергей Семенович с этим ходил. Хорошо, я сейчас не хочу никому придумывать объяснение и оправдание, но кивнул он на идею. Да. Но я знаю, что Собянин говорил, что есть проблемы, которые не дают, потому что законодательство такое. Президент якобы сказал, ну, внесите поправки. Это естественный ответ. Да, разумеется, они могут инициировать изменения в законодательстве. Но то, что они инициировали, это полная отмена, еще раз, целого ряда базовых законодательных гарантий. Прежде всего, это отменяет жилищный кодекс. В жилищном кодексе все, что можно, все написано. Это хороший жилищный кодекс, да? У нас хороший жилищный кодекс. Он, в нем есть всякие проблемы, но он хороший и он лучше, чем мы заслуживаем во многим своим параметрам. Поэтому на него очень сильно тосят зубы, прежде всего, местной власти, которым он связывает руки. Значит, жилищный кодекс в значительной степени обеспечивает права собственников, права на общее имущество, в том числе в доме, дает довольно, ну, как бы, их трудно реализовать, потому что местная власть очень сильно сопротивляется. Но там даны права на жилищное самоуправление. То есть, есть возможность в доме организовать товарищу собственников жилья и взять управление в свои руки. Кстати говоря, одна из засад, которые ожидают людей, переехавших в прекрасное новое современное жилье, это то, что они получат вместе с жильем готовую управляющую компанию. Обычно это управляющая компания застройщика, организованная застройщиком. И поменять ее они не смогут, поскольку в доме, где несколько сотен квартир, собрать общее собрание собственников – это нереально. То есть, они будут жить с той управляющей компанией, которую им назначат, и назначит ее застройщик. Соответственно, платить за услуги ЖКХ они начнут в... Я не хочу никого пугать, типа на порядок или в несколько раз, но их оплата очень сильно увеличится. Это будет для людей большим сюрпризом. Это как-то в законе... Нет, это естественное следствие переселения в новый большой высотный многоквартирный дом с большим количеством квартир и с уже готовой управляющей компанией. Так вот, что касается жилищного кодекса и имеющихся в нем прав и гарантий. Там прописано, что происходит, если дом разрушается. То есть, если ваш дом загорел или его взорвали, не дай бог, что с вами происходит? Все собственники дома продолжают обладать долей в земельном участке, пропорциональной доле их собственности, площади их, так сказать, утраченной квартиры. То есть, землю не взорвать, не сгореть. Землю не взорвать, не сгореть. То есть, земля – это некий гарант, получается. На самом деле, в жилищном кодексе очень сильно привязана собственность на квартиру к собственности на землю. Вообще говоря, по жилищному кодексу не надо дополнительно оформлять никакую землю в собственность, потому что она и так у вас уже в собственности. Если у вас в собственности квартира, какая-то площадь, соответственно, у вас в собственности доли земельного участка. Надо понимать, что в городах право собственности на недвижимость – это прежде всего право на землю. Ваша квартира – это некий контур, кубичек такой. Это совсем не самое ценное, не самое дорогое, чем вы обладаете. Самое дорогое и ценное – это земля. Дом можно надстроить, реновировать, построить на этом месте новый. Он может, опять же, не дай бог, сгореть, и тогда он будет восстанавливаться. Ваша собственность никуда не девается. Ваша собственность остается долей в этом самом земельном участке. Тем более в Москве земля золотая и бриллиантовая. Я думаю, что один из сильных побудительных мотивов вообще всей этой программы – это освобождение участков земельных в обжитых, как любят выражаться, риэлторы местах, в местах с хорошей транспортной доступностью. Обратите внимание, какие районы выпали из программы реновации. Вот эти 40 – это либо очень хорошие, то есть дорогие, те, где живут уважаемые люди, с которыми побоялись связываться. Либо очень плохие, типа, если я не ошибаюсь, капотни, который, например, не попал, на которые не польстился, в свою очередь, уже сам застройщик. Остался вот этот промежуточный контингент, про который думают, что их можно как-то там уговорить, уболтать, запугать, как получится. А, соответственно, места-то тоже неплохие, на них можно потом чего-нибудь построить. Так вот, возвращаясь к жилищному кодексу и к тому, что он дает. Для того, чтобы производить какие-то манипуляции с общим имуществом, общее имущество, напомню, это то в доме, что не является вашей жилой площадью, тем не менее вы этим распоряжаетесь. Ну, что такое? Лестница, я не знаю. Да, это подвал, чердаки, это лестница, лестничные пролеты, лифты, вестибюли. Но не земля, это здесь. Не-не-не, общее имущество в доме. Чтобы распоряжаться общее имущество в доме, необходимо стопроцентное согласие собственников, стопроцентное, не две трети. Не понимаю, не понимаю. Если вы хотите. Например, вот, например. Настроить мансардный этаж. Так. Если вы хотите в подвале, значит, что-нибудь тоже устроить. Ну, понятно, клуб, не знаю. Да, бассейн прокопать. Если вы хотите сделать лифт, которого у вас не было, если вы хотите в вестибюле поставить, не знаю, колонны, вам необходимо общее собрание собственников провести, протокол общее собрание собственников и получить стопроцентное согласие. В жилищном кодексе нет норм, которые говорят о том, что собственники могут собраться и согласиться снести свой дом. Этого просто не предполагается. Там есть нормы, которые защищают собственников в случае утраты дома от какого-то там чего-нибудь. Изъятие собственности возможно в случае государственной и муниципальной нужды в чрезвычайной ситуации. Я напоминаю, что в эфире «Эхо в Москву» Екатерина Шульман. Сразу после новостей мы продолжим наш разговор. Екатерина Шульман у нас в эфире. Мы остановились на том, что может и что должно делать общее собрание собственников. Именно собственников. Совершенно верно. Да. Я очень не люблю слово «жители», которое обозначает неизвестно что. Значит, применительно к жилой недвижимости нет никаких жителей, есть собственники. Было много упреков жилищному кодексу в том, что он переводит центр тяжести с зарегистрированных на площади, прописанных, на собственников. Но, тем не менее, правовая ситуация у нас именно такая. Но это правильно. Это правильно. Потому что собственник несет обременение, собственник владеет собственностью, прости господи. Соответственно, он обладает и правами. Давайте вернемся к тому, что вы сказали до новостей, что, скажем, что-то сделать с общей собственностью нужно стопроцентное. Именно стопроцентное. Это где-то зафиксировано. Это в жилищный кодекс. Жилищный кодекс. Да. То есть, ну вот все, что мы делаем с лестницами, чердаками и подвалами, 100% собственников жилья. А тут у нас речь идет о том, чтобы весь дом уничтожить. И нам предлагают считать это через неизвестные совершенно ресурсы. Про активный гражданин я даже говорить не буду, что это такое. Это приложение на телефоне. Это не государственный сервис, в отличие, например, от госуслуг. Компания, которая им владеет, не связана с мэрией организационно никак. То есть, это просто у вас в телефоне какая-то кнопочка. Больше ничего. МФЦ чуть получше может быть. Но, тем не менее, и МФЦ, и любые другие формы страдают одним вот этим страшным недостатком голосования в них. Совершенно непонятно, почему невысказывающиеся считаются выскаженными «за». Это, конечно, поразительная инновация. Еще раз об этом скажу. Это постановление правительства Москвы. Я думаю, что конституционный суд с этим разберется. Давайте выборы президента сделаем таким методом. Как будет прекрасно. Кто не пришел, все проголосовали за. За кого? Их там много. А за того, кто первое место занял. К нему еще прибавляются все голоса. Не надо подбрасывать Кириенко. Разные неправильные идеи. У них там и так фантазии. Первая история – это вот эти собрания жильцов. А как сделать правильно? Вот вы знаете, я обратил внимание на то, что даже Алексей Навальный, все еще на вашем месте, когда вас спросили, что было бы справедливо вот в этой части, вот вы говорите, не справедливо. Он сказал, две трети собственников. Нет, не соглашусь. А что было бы справедливо? А Екатерина Шульман, а что было бы справедливо? Значит, они выходят и говорят, дорогие москвичи, мы из ваших старых халабут переселим в прекрасное новое жилье. И дальше с каждым домом решается вопрос индивидуально, в рамках действующего законодательства. Выкупается, либо предоставляется, как, опять же, сказано в жилищном кодексе, на основании согласия сторон. Значит, когда речь идет... А сторона кто? Собственник и правительство города. Нет, ну, если это дом двухквартирный или стоквартирный, сторона... А какая разница? Один, собственно, подожди. Я не понимаю, секундочку. Вот этот дом надо будет, значит, расчистить, да? А если там вот двое собственников из ста не хотят? Предлагайте им то, на что они согласятся. Еще раз, такое ощущение, что все вчера родились. Все вчера родились. Вообще все вчера родились. В Москве ни разу ни одного дома не расселяли. Вы не знаете, как это делается? Весь центр у нас расселили. Еще раз повторю, я говорила об этом в начале эфира. Там были свои некрасивые истории. Там были бы люди, которые сидели до последнего и говорили, нет, мы ни на что не согласны. Я сейчас был в Казани, и вот это они же расселяли все, у них же это было. 8 лет там она это расселили. Но мне мэр Казани... Да, и что, убивать их теперь? Значит, идят. Ну, это вы предложили. Да, понятно. Значит, еще раз, у нас даже нет никакой государственной муниципальной нужды, как она есть в том случае, если город прокладывает дорогу, например. Или город строит тут, хочет что-нибудь такое построить невероятное, поэтому ему нужно ваш дом снести. То есть, это не подходит под закон? Это не подходит под закон, тем не менее, значит, если нужды у вас нет, а желание у вас есть, значит, вы можете договариваться с собственниками недвижимости, предлагая им обмен, да, сдаете свою квартиру, получаете другую квартиру. Либо денежную компенсацию, уезжай отсюда, куда хочешь, вот тебе деньги и выматывайся. Это абсолютно входит в рамки действующего законодательства. Это более долгая и более дорогая процедура, да, разумеется. Да, конечно. Ну и что? Ну так вы-то хотите у людей их бесценную собственность получить? Значит, предлагайте им чего-нибудь, что им понравится. Можно объявить это большой программой и сказать, что вот это у нас сейчас вся Москва преобразится и похорошает. Можно принять закон города Москвы. Значит, я читала закон города Москвы, который принят Мосгордумой и, значит, соответственно, подписан мэром. Сначала, когда я услышала только про эту идею, то моя законотворческая душа возмутилась, потому что как можно принимать, ну, условно говоря, подзаконный акт в отсутствие закона, федерального закона еще нет, а городской должен ссылаться на него. Я его почитала. Он не ссылается на новый закон, кроме как в переходном положении, где говорится, что он вступает в действие одновременно с федеральным законом. В принципе, этого положения могло и не быть, потому что закон представляет собой набор неких гарантий, которые дает правительству Москвы переселяющимся людям. Это можно было бы принимать. Закон как гарантия? Ну, как бы закон дает обещание. Ну, практически гарантия. Ну, естественно, гарантия, да, гарантия. Это можно было бы принимать безо всякого федерального закона. Просто как шаг города Москвы навстречу горожанам. А это хороший закон московский? Вы знаете, там много чего написано, довольно соблазнительно, но в том числе и там близость какая-то там в рамках того же самого района, опять же, за исключением почему-то ЦАО и Зеленограда. Почему Зеленограде-то нельзя в том же районе? Зеленоград большой и плотность застройки там еще небольшая пока еще. Так что я не понимаю, почему этот Зеленоград. У меня ощущение, что его автоматически везде пишут. Зеленоград и ЦАО, Зеленоград и ЦАО. И все, уже какой-то копипастый. Значит, там есть, конечно, такие вещи, которые цепляют, потому что это не с точки зрения юридической техники немножко смешно, там типа квартиры с улучшенной отделкой. Ну, нельзя так писать в законе. Понимаете, нельзя написать... И статья 5-й вам гарантирует красивую квартиру. Да, нельзя употреблять такие термины, они не являются правовыми, они непонятно на что опираются. Понимаете, в законе каждое слово является как бы гиперссылкой. На него нажав мысленно, мы должны получить доступ к другому законодательному акту, который его определяет. Поэтому набор тех слов, которые можно употреблять, он в общем ограничен. Вообще законотворчество, скажу я, отвлекаясь, одна из высших форм интеллектуальной деятельности, доступной человеку. Сейчас это звучит некоторым издевательством, но на самом деле это правда. Писание проектов законов – очень интересное занятие. Так вот, опишет их вместо этого неизвестно кто. Тем не менее, сам по себе закон о гарантиях, вот этот вот московский, он выглядит неплохо. И он, в общем-то, не нуждается ни в каком особенной федеральной законодательной базе, потому что он не предполагает вот этих вот страшных нарушений, которые предполагает проект федерального закона. Значит, на что мы пока можем реалистически рассчитывать? Мы можем рассчитывать на переписывание федерального закона к второму чтению. Значит, у нас, согласно регламенту, в первом чтении утверждается концепция законопроекта. Что такое концепция, никто не знает, поэтому переписывают до неузнаваемости. Этот, судя по всему, тоже будут переписывать. Совет Думы продлил внесение поправок ко второму чтению до 21 июня. Приветствуем всячески это решение, молодцы. Вот это вот оттягивание во время – это очень хорошее. Или, я вам хочу сказать, до 3-го, и второе чтение назначено на 9-е, по-моему, июня. Нет, неправда. А я смотрела протокол Совета Думы от 18 мая. Совет Думы только может сделать. Кто это отменил, когда? Я не знаю. Это вы интерфакс считаете? Володя, наверное. Нет, не может этого быть. Значит, этого быть не может. Ну, хорошо. Надо знать регламенту. Значит, сроки рассмотрения, дорогие товарищи, определяет Совет Думы. Я студентов этому учу. Меня учите, подумайте. Мне не стыдно. Я учиться не стыдно. Нет, это очень сложная материя. Я целый курс читаю. Это непросто. Это как, не знаю, разбираться в судебном, например, судопроизводстве. Это все так достаточно сложно. Сроки определяет Совет Думы. По предложению профильного комитета. Совет Думы собирался в 18 мая, в четверг, по предложению профильного комитета по строительству. Продлили срок внесения поправок до 21 июня. Срок второго чтения, естественно, еще не определен. Потому что он определяется после того, как комитет завершит сбор всех поправок, которые к ним внесут, и разобьет их на две таблицы. Таблицу, рекомендуемых к принятию, таблицу, рекомендуемых к отклонению. Такова процедура. Интерфакс почему-то написал, что в пятницу Дума проголосовала за изменение даты. Палата не решает эти вопросы. Их решает Совет Думы. То, что они там могут что-то химичить, я подозреваю. Ну, мы, да, допускаем любую секунду. Но, тем не менее, пока ситуация такая. До 21 поправки, ну, председатель говорил, что второе чтение будет 5 июля. Учитывая дату окончания внесения поправок, это выглядит, в общем, реалистично. Почему важно... Я помню 9 июня, ну, хорошо, посмотрим. Почему важен этот выигрыш во времени? Во-первых, он дает возможность внести поправки тем, кто желает их внести. И продлевает общественное обсуждение. И дает зазор для всех тех публичных акций, которые являются формами давления на законодателя. Меня, как человека, всегда выступающего за отечественный парламентаризм, не может не радовать, что тут Дума, в общем, становится какой-то такой площадкой, на которой решаются такие значимые вопросы. Они просто это все штампуют, а вроде как даже и содержательно участвуют. Значит, если закон к второму чтению действительно перепишут, на что здесь можно надеяться? Можно надеяться на то, что уберут наиболее ярко выраженные антиконституционные нормы. Давайте уж называть вещи своими именами. Потому что в ином случае, если как только это будет принято, это будут обращения в Конституционный суд, это будут бесчисленные судебные процессы еще до всяких сносов. То есть люди будут судиться и правильно будут делать на самом деле. Но в чем тут парадокс? Как только мы доводим этот проект закона до законных рамок, вмещаем его в рамки действующего законодательства, он становится не нужен. То есть? Его написали для того, чтобы развязать себе руки. Ну, понятно. Если мы эти руки по пальчику опять связываем, то тогда непонятно, зачем он сдался. Если те люди, которые думали заработать замечательно, значит, продав городу свои новостройки и погасив свои кредиты, и получим свои прибыли, если они вдруг увидят себя опять в рамках действующего закона, то есть в той ситуации, в какой они и были, то для них это станет гораздо менее интересно. Полностью этот прекрасный сценарий, к сожалению, невоплотим в жизнь. Все равно какой-то перечень исключений в финальной версии закона будет. То есть несколько пальчиков оставят. Несколько пальчиков оставят. Но я очень рассчитываю на то, что это будет хотя бы не такой золотой проект. Потому что если он очень золотой, то это просто опасно. Потому что, как мы с вами уже говорили, строительный комплекс, застройщики и девелоперы – это не те люди, с которыми нужно оставлять москвичей один на один. Они очень склонны действовать насильственным путем. Когда только начались первые протесты по поводу закона, все с изумлением обнаружили, что кому-то пробили шину, кого-то зеленкой облили, значит, кому-то балкон подожгли. Боже мой, как все изумились. Значит, те люди, которые имеют дело с ЖКХ и со строительным комплексом, они годами живут в такой обстановке. Значит, представитель ТСЖ – одна из самых опасных профессий в мире. Это опаснее, чем быть фронтовым репортером. Значит, их убивают просто чрезвычайно часто. Поэтому это жуткая публика, просто жуткая. Сейчас большие массы москвичей столкнулись с тем, чего они раньше не видели. То есть вдруг обнаружили, что у вас в подвале живет вот этот вот крокодил. Боже мой, я жил и не знал. Ходил там, значит, себе обеспеченно на работу и с работы, и не знал, что вот у нас тут есть такое. Да, оно такое. Откройте глаза. Значит, теперь вам это известно. Соответственно, чем менее выгодной, чем менее вкусной будет эта программа реновации для застройщиков, тем безопаснее это будет для москвичей. Тем больше шансов, что их не будут запугивать насильственно, переселять, что они не обнаружат себя, как, кстати говоря, вот одна знакомая наша представитель ТСЖ в доме. По соседству обнаружила себя, значит, признанной умершей судом в одном из далеких российских городов. И теперь она долго ходит и доказывает, что она не умерла, потому что одновременно эти люди, естественно, заблокировали все ее возможности по операциям с ее собственностью. Вот такие вот штуки бывают. Суд в Перми признает вас мертвым. А дальше вы приходите в МФЦ и обнаружите, что у вас все заблокировано. Ваши счета, ваши документы. В общем, у вас ничего нет. Вот такие вот вещи устраивают, когда нужно что-то такое придумать с недвижимостью. Действительно, очень большие деньги и очень страшная область. Очень, наверное, там жестокие и суровые. Поэтому в этом смысле давайте рассчитывать на федерального законодателя и на те ограничения, которые будут прописаны в законе. Еще раз повторю, лучше бы ее вообще было не принимать. Лучше бы ее было не принимать. Он ничему не мешает, Гашечка. Все-таки, ну вот, насколько я знаю, значит, восстановлены поправками будут при голосовании право обращаться в суд, что будет взято. Спасибо большое. А давайте еще поправками восстановим мораторию на смертную казнь. У нас и так это все есть. Но, тем не менее, вы говорили об обращении в суд. Это невозможно, да, изъятие. Вот оно как бы... А что там спрятано-то? Вот если судебно вернулось, что спрятано? Для чем же новый федеральный закон? Если вот обращение в суд вернули... То есть обращение в суд это тоже не сахар. Мы сейчас радуемся тому, что нам его вернули. Но оно было, оно вернуло. При этом раньше, когда всем говорили, что идите в суд, это воспринималось как издевательство. Судиться это тоже долго, дорого и надо уметь. И люди совершенно не обязаны обладать этими навыками. Хотя хорошо бы, полезно. Там остается зерно, так сказать, этого закона. Возможность принудительного изъятия собственности, понимаете? Вот это никак не обойти. Объявляется некая программа, в рамках которой одним голосованием, другим голосованием вас могут лишить вашей собственности. В обмен на что-то, на что вы не можете не согласиться. Дальше начинаются вопросы о процедурах. То, что сейчас есть, это просто позорище, еще раз повторю. И голосование через активного гражданина, и через МФЦ, все это фальсифицируется. К сожалению, протоколы общего собрания собственников, которые я рекламирую, в том числе и в общественной палате рекламировала, как более хотя бы что-то похожее на документ, они тоже фальсифицируются, такое тоже бывает. Особенно смотрите на такие тонкие моменты, как где хранится оригинал протокола. Если он будет храниться в управляющей компании или в управе, там его могут переписать. Их тоже рисуют, к сожалению. Но это хотя бы легче оспорить, придя и сказав, что вот мое свидетельство о собственности, я против, следовательно, 100% уже никаких нет. Какие 100%? Две трети? Не должно быть две трети. Значит, если говорить о справедливости, и опять же, полемизировать со всеми. Со всеми. Собянин, Навальный вместе. Две трети. Да ладно вам. Да я вам говорю. Ну, я вам говорю. И один говорит две трети справедливо, и другой говорит две трети справедливо. Ну как, вместе? Извините. Значит, нет, не может быть две трети справедливо, это невозможно. Еще раз. Идеальный вариант. Никакого нового закона. С каждым домом договаривайтесь индивидуально. Предлагаются новые квартиры. К тем, кто не хочет, предлагайте деньги. Тем, кто еще не хочет, ну, опять же, вспомните свой опыт предыдущих расселений. Это хороший, самый справедливый вариант. То есть, тут действительно мэрия выходит к москвичам и говорит, вот мы вам, вот, дорогие товарищи, даем шанс, даем возможность, если вы хотите воспользоваться этой исторической возможностью, и переехте старого дома в новый прекрасный. Если не получается, все-таки новый закон принимается, который, еще раз повторю, ограничивает права граждан очень существенно и делает их право собственности несколько зыбким, то тогда хотя бы в качестве каких-то ограничителей я бы поставила протокол общего собрания собственников со стопроцентным согласием. Те собственники, которые не согласны, должны получать деньги. Обычно это все-таки способ сделать человека более согласным. Договориться. Опять же, вы так спрашиваете, как будто вот сейчас Москва построилась вчера, и дальше все выходят такие изумленные, говорят, слушайте, а как вот это вот здесь посчитать-то? А как вот это расселить? Еще раз повторю. 25 лет. Как можно я вам возражу? Вот нынешний премьер-министр Франции, нынешний, Макроновский, заполнял декларацию о собственности тому три года назад. И там стоит стоимость вашей квартиры. Он пишет, никакой идеи о Кюниде. Стоимость вашего там замка. Никакой идеи, никаких идей. И когда к нему пришли, он сказал, секундочку, вы хотите за сколько я покупал, или сколько это стоит сейчас? Я не знаю, сколько это стоит сейчас. Я не собираюсь это продавать. Я не знаю, сколько стоит моя квартира. Я не знаю, сколько стоит земля под моей квартирой. Дальше к вам приходят и начинают с вами торговаться. Говорят, возьми 3 рубля. Вы говорите, нет, 3 рубля мне мало. Окей, 5 рублей. Ну и дальше, слушайте, ну а как иначе? По договоренности сторон, как написано в жилищном кодексе, происходит обмен... Люди же никогда не продавали свои квартиры, они не знают, сколько она может стоить. Ух ты, батюшки, это где же такие люди-то прекрасно? В Москве. Значит, в Москве все помешаны на своей недвижимости. Ну про землю то, что вы рассказали, точно никто не знает. Да, земля это новая штука. Никто не знает. И сейчас мы знаем, что в Росъелистре вдруг стоимость земли упала. Вот это вот, вот это вот такой ужас. Это вот, конечно, кошмар. Вот за что, не гуманно скажу, надо вешать, так это за порчу инструментов. То есть за порчу баз информационных. Это худшее, что вообще может быть. Потому что, во-первых, я знаю, как дорого стоит в нашей экономике низкий уровень доверия. А низкий уровень доверия ровно возникает вот из-за таких вот вещей. Еще вчера было написано одно, завтра написано другое. Если помните, был проект, ФСБ его вносило в правительство, по которому закрывали доступ к ЕГРП, чтобы там Навальный не совался и не это самое. Его, слава богу, даже не внесли. Шум поднялся большой. Тогда придумали, Росреестр придумал другую штуку, заменять имена буквенными кодами. Над этим все смеялись. Это тоже было плохо. Но то, что сейчас происходит, это, конечно, полная беда. Слили, насколько я понимаю, Роскадастер с Росреестром. Под этим предлогом происходят какие-то очень мутные какие-то происходят вещи с базами. Реновация баз. Соответственно, информация портится. Это ужасно. Вот это государство делать не должно. Ни под каким вообще предлогом. Эталонный метр должен быть. Должно быть что-то, чему вообще люди могут верить. Иначе все, понимаете, становится каким-то болотом, куда не ткнешь, все проваливается. Это вот чудовищная история. Я не понимаю, что они там устраивают. Ну, то есть, более-менее можно понять, под новыми домами кадастровая стоимость увеличивается, под старыми уменьшается. Из этого следует, что у людей в новых домах будет выше квартплата. При этом, вроде как, стоимость, соответственно, старых квартир снижается, а новых квартир повышается, что, опять же, даст им более высокий квартал. Но сейчас они об этом не думают. Они сейчас думают, о, мне квартиру за 100 рублей, меняют на квартиру за 1000 рублей. Вот я молодец, значит, вот я наварил. Каковы будут этого последствия, люди пока не очень понимают. Но главное, что здесь, конечно, происходит порча баз. Вообще говорят, в том числе люди, работающие в этих самых МФЦ, что там в Москве происходят удивительные вещи. Что существуют, например, невидимые дома, которые по документам существуют, а по сути их нет. И всех жильцов в них зовут Иванов Иван Иванович. И на эти дома получаются субсидии, на ремонты. То есть, если там, так сказать, выглядеться, то там может открыться что-то невероятное. Я, на самом деле, очень сильно рассчитываю на то, что шум и внимание, и политическая токсичность, или, наоборот, политическая выгодность, неважно, политическая значимость того, что происходит, привлекло уже и будет дальше привлекать внимание средств массовой информации и самих граждан, и органов власти вот к этому вот тому, что происходит в подвалах. Вот к этой темной материи, которой никто никогда не интересовался. А там, на самом деле, огромные деньги, гора трупов, много интересных. Крокодила. А есть еще один вопрос, который недавно подняла, в частности, Ксения Собчак, как мелкий предприниматель. Это бизнес, который находится на первых этажах некоторых домов. А здесь какой может быть выход? Такой же? Здесь же нельзя предоставить место для аптеки. Значит, насколько я понимаю... Или для опорного пункта полиции, например, даже не бизнес, который находится на первых этажах. Насколько я понимаю, в проекте закона им, по-моему, им как раз равнозначны, а не равноценны. Я знаю, это ваше имя. С этим равнозначным и равноценным это тоже целое дело. Значит, они упомянуты, в принципе, там. Если они собственники, то, я думаю, что с ними надо поступать, как со всеми остальными собственниками. То есть договариваться на площадь. Договариваться на площадь, либо выкупать за деньги. Это, конечно, будет довольно большой удар по среднему и мелкому бизнесу в Москве, потому что все эти первые этажи, они выкуплены. Ну, вот я про полицию вам расскажу. Слушайте, вот полиция найдет, где сидеть. Ладно, можно я их не буду жалеть особенно. Хорошо. У нас еще три минуты, поэтому у меня вопрос. Как вы расцениваете вот этот протест гражданский, политический вообще? Что случилось, грубо говоря? Был опрос какой-то или исследование, что 47% людей, пришедших на этот митинг, впервые пришли. Да, очень интересные, кстати, Высшая школа экономики проводила одно из их подразделений опросы людей, которые там. Очень интересный состав, взрослые в основном. Очень значительный процент, если я не ошибаюсь, около трети. Это госслужащие и сотрудники силовых органов. Упс. Да, да, посмотрите. Значит, никакая не молодежь, вообще ни разу, нисколько. Люди в основном в 40 лет, около того, что есть наша основная, как я не устаю повторять, основная наша демографическая страта 40+. Это те люди, которых больше всего. А молодежи у нас не очень много. Что это такое? Это очень хорошее явление. Это тот самый ситуативный протест, за которым я просила всех следить. Называя его в качестве одного из трех базовых сюжетов, собственно, за которыми следить и надо, а все остальное, что в эти три папки не попадает, можно выкидывать. Значит, это еще раз повторю. Ситуативный протест, преимущественно городской. Когда я это говорила еще три года назад, еще никакой реновации, как вы понимаете, не было. Значит, второе – это войны силовиков плюс Чечня. И третье – это попытки системы реформировать самую себя, проекционная деятельность, планы реформ. Вот это вот перестройка 2.0. Вот, опять же, вот три реки нашего политического процесса. Первый из них и самый, на самом деле, пожалуй, значимый – это как раз городской протест. Называть его политическим и не политическим… Ну, что это за разговор? Гражданский, политический? Это сущностный или нет? Нет, с моей точки зрения, как политолог, любой протест является политическим, где есть требования, там есть запрос на учет ваших интересов. Тот, чьи интересы учитываются, обладает долей власти. Где есть власть, там есть политическая. Политическая – это есть уже совсем грубо. Определять это то, что про власть, про властный ресурс. Соответственно, не бывает ни политических протестов, ни политическое массовое мероприятие – это пение хором, флешмоб, не знаю, арт какое-то представление. Если вы что-то требуете, что-то просите, значит, вы проводите политическое мероприятие. То есть, типа, монстрация не политическая? Монстрация не политическая, а обманутые дольщики, ипотечники, кто угодно. Гей-парад – это политическое мероприятие. Вот мы есть, посмотрите, как нас много, мы не прячемся, учитывайте наши права. Одна минута. Соответственно, когда люди говорят, что это не политический протест, они имеют в виду, что он не электоральный, не партийный. То есть, мы не хотим быть частью чьей-то избирательной кампании. Это понятное стремление, хотя оно не очень реалистическое, потому что секрет успеха массового мероприятия в массовости, скажу вам оригинальную мысль, ваш КЭП. Если участие баллотирующихся политиков увеличивает вашу массовость, значит, пусть участвует. Если уменьшает, если к вам хочет примазаться какой-то крендель, которого никто не поддерживает и который утопит ваше мероприятие, то гоните его. Вот, собственно, простой очень принцип, на который я бы основывалась, если бы я была организатором массового мероприятия. Но я не являюсь, к счастью. Екатерина Шульман в эфире «Эхо Москвы». Спасибо большое. Спасибо вам.